Всем привет! Давячи в офисе Буки прошла презентация грядущего проекта студии Remedy, шутера от третьего лица Control. Небольшая историческая справка. В конце 16-го года Control носил рабочее название Project 7 и должен был стать кооперативной игрой в открытом мире. Но этого не случилось и на E3 18-го года игра была анонсирована как кинематографический шутер от третьего лица. Ну а теперь к сути. Место действия – бюро контроля. Контроля над различными артефактами внеземного происхождения, одним из которых является табельное оружие главной героини. Эти же артефакты отвечают за развитие разных способностей, типа телекинеза. И эти же артефакты превратили не весь знает во что само здание бюро и большинство людей, которые там находились. Горит красный аварийный свет. Распухшие стены перекрывают выходы. По коридорам бродят люди, ведомые уже совсем не своей волей. Ну а это ненадолго, потому что на пороге появляется Джесси Фейденс, девушка с таинственным прошлым и личными счетами с бюро и со всем тем, что они до недавнего времени пытались контролировать. И снова небольшое отступление. Свою внешность главной героине подарила американская актриса Кортни Хоуп. К слову, это не первый ее опыт в подобном жанре. До этого она исполняла роль Бэт Уайлдер, помощницу главного героя из игры Quantum Break. Но пока мотивация главной героини не раскрыта. Так что плавно перейдем к геймплею. И раз игра зовет себя шутером, сразу закрою главный вопрос. Стрелять удобно и приятно. Враги очень хорошо реагируют на попадание по разным частям тела. Так что тактика отступления со стрельбой по ногам не раз может спасти жизнь. К чему я это? Ну хотя бы к тому, что главная героиня не отличается таким уж крепким здоровьем, а враги кусаются больно и стреляют метко. Да и автовосстановление здоровья не завезли. Так что отсидеться в укрытии не получится. Но не стоит думать, что придется играть с врагами в порядке. При должном подходе игра превращается в враганный экшен из взрывов, выстрелов и различной степени насыщенности проджектайлов. С физикой кстати тоже все в порядке. За двухчасовую игровую сессию я нашел только одну двухметровую бобину с проводами, которая вела себя как пластмассовое ведро. Итак, для устранения вражин Джесси Фейденс имеет в арсенале Табельное оружие с режимами стрельбы на все случаи жизни и тьму разнообразных способностей, основанных на телекинезе. Как уже говорилось выше, ее оружие это артефакт неземного происхождения. Конкретно этот револьвер, который сам выбирает себе хозяина. Имеет самовосстанавливающийся боезапас, стреляет одиночными выстрелами в автоматическом режиме и в режиме накопления заряда. И это только то, что показали. Из способностей есть рывок, левитация и возможность запустить что-нибудь тяжелое врагу в голову. Причем если под рукой нет никаких столов, шкафчиков и баллонов, героиня просто вырывает куски пола или стены, используя их в качестве снаряда. Также важную часть геймплея составляет исследование мира. Поиск различных документов, записок и аудиозаписей, которые могут пролить свет на то, что здесь происходит. Исследуя самые темные уголки бюро, можно найти различные улучшения и даже новые способности. И да, игра не будет водить за ручку, рассыпав везде маркеры. В распоряжении игрока только описание миссии и карты. Что благодаря грамотному геймдизайну нисколько не сбавляет темп игры и дает более глубокое погружение. Контрол создает атмосферу загадочности и чуждости того мира, в который мы проникаем. Мира за гранью человеческого понимания. А что же там происходит на самом деле, мы узнаем уже 27 августа. Игра выходит на всех крупных платформах. За сим я с вами прощаюсь, всем приятной игры и до новых встреч.